Привет, граждане! Краш-тестов LeFan X70 еще не проводилось, так что я в целях безопасности во время проведения тест-драйва ношу шлем. За три дня и 400 километров тестирования этой тачки я все больше и глубже пропитываюсь и проникаюсь духом этой машины. И знаете, должен вам сказать, в меня все глубже и глубже проникает постапокалипсис и стимпанк. Стимпанк – управление научной фантастики, включающая в себя технологию и декоративно-прикладное искусство, вдохновленное паровой энергией 19 века. Собирайте в кулак свои выпускные клапаны, обитатели пустошей! Мы едем за бензаком на LeFan X70! Снаружи стимпанком даже и не пахнет! Это сладко! Самый главный просчет дизайнеров. Им удалось создать аккуратный современный кузов, который никак не отражает основную техническую составляющую данной машины. Я думаю, вам хорошо видно кузов и вы в состоянии сформировать свое собственное суждение о внешности LeFan X70. Мне остается только указать вам на некоторые дизайнерские особенности. По-моему, задняя часть автомобиля получилась плосковатой и тяжеловатой, но это не самое страшное. Смотрите, хромированные, по-моему, пластиковые, запаянные пластмассой изнутри наглухо имитации раструбы выхлопной системы. Это элемент декора. Никакого реального отношения к выхлопной системе эти элементы не имеют. Зачем так делать? Что это за фигута? Нужен вам в бампере элемент декора, но сделайте вы фальш-жабры. Кузов это все-таки не очень интересно. Как ни крути, китайцы научились делать приятный экстерьер и в общем и целом докопаться можно действительно только вот до таких мелочей. Даже зазоры выверены нормально, по-моему, даже получше, чем у Lada. И покрашен кузов в общем и целом неплохо. В общем, давайте не будем искать проблем там, где их нет, а лучше полезем внутрь и посмотрим на проблемы, которых дофига. Интерьер LeFan X70 выглядит современно. С точки зрения компоновки салона нареканий тоже нет, но если мы коснемся качества материалов отделки и эргономики, все будет совсем не радужно. Материалы откровенно бюджетные и при этом мы можем наблюдать попытки внести в этот салон премиального лоска. Твердый, бликующий на солнце и откровенно бюджетный на вид пластик торпеда имеет имитацию шва. Зачем? Зачем вам это? Очевидно же, что этот материал самый дешевый пластик. Кожезаменитель на креслах. Это откровенный садизм. В жаркую, как сейчас погоду, задница на этих креслах потеет. Стиль стимпанк. Пар и стопроцентная влажность. Сухая задница для слабаков. Уверен, зимой эти кресла будут дубовыми от мороза. Сами кресла анатомически злобные. Уже через полчаса поездки в них начинают уставать плечи. Руль регулируется только по высоте, что еще больше усугубляет проблему неправильного расположения тела водителя. Приборная панель жутко считывается. Кто догадался вот так разлиновать и развернуть на 90 градусов спидометр и тахометр, тому дизлайк прямо в голову. К управлению климатом надо привыкать. Подстаканники не способны удержать ни бутылку, ни стакан. Хотите что-то разлить? Поставьте это сюда открытым и вы точно разольете. В общем, я так и не нашел, за что похвалить X70 с точки зрения эргономики или материалов. Ну, разве что руль мне очень даже понравился. Он приятный, плотный, достаточно толстый. Его удобно держать и стандартным хватом, и спортивным хватом. Удобный эргономический наплыв. Он обтянут более приятной кожей, а на ступице руля более приятный пластик, нежели во всем остальном интерьере автомобиля. Такое впечатление, что этот руль украли из другой машины и поставили сюда. Здесь по сценарию должен быть огромный, тонкий, злой руль из костей врагов несмертного Джо. Интерфейс головного устройства нестандартный, но логичный, простой и понятный. Я очень быстро привык к круговому меню и научился использовать весь функционал машины по назначению. Тут есть радиоприемник, мультимедиа, проигрыватель, возможность синхронизации со смартфонами, стандартный набор настроек и камера заднего вида со статичными направляющими. Расположена камера низковата, но в этом есть и свои плюсы. При парковке к поребрику все очень хорошо видно. Звучание штатной акустической системы максимально соответствует стилю стимпанк. Помехи, хрипы, море высоких частот и качество звука класса белый шум. На скорости с трудом можно разобрать слова песни, которую знаешь наизусть. Второй ряд посадочных мест очень просторный, очень удобная посадка. Единственное, конечно, ногу немного высоковато приходится задирать, но все-таки это же кроссовер. Да, придраться с точки зрения заднего дивана к этому автомобилю практически нереально. Машина сама по себе не очень крупная, но место здесь, ну, как в машинах на класс или даже на два выше. Очень просторно, очень много места для ног. Смотрите, могу практически вытянуть ноги. Под креслом ноги лежат, тоже достаточно удобно. Небольшой центральный тоннель. Третий пассажир, в общем, я думаю, здесь, да, может сидеть. Здесь втроем на заднем диване вполне допустимо ездить. Есть центральный подлокотник, в нем подстаканники. Подлокотник расположен категорически неправильно. Рука очень сильно ниже та, которая ближе к центральной оси автомобиля. Но, тем не менее, зато хотя бы есть этот подлокотник. Над головой места много, для ног по ширине много. Оснащение небогатое. Ручка страха, крючок для одежды и неавтоматический стеклоподъемник. Ну, здесь еще есть какая-то небольшая ниша. Нет дефлекторов для управления воздушным потоком. Нет подогрева заднего дивана. Зато очень просторно. Пятая дверь. По бумажкам в максимальной комплектации должна быть снабжена сервоприводом. Но у нас максимальная комплектация по бумажкам, но здесь стоят обычные газовые упоры. Высота отпирания пятой двери оставляет желать лучшего. Даже я с моим ростом, если расправлю плечи и выпрямлюсь в полный рост, то упираюсь головой. Соответственно, люди выше будут как мухи о стекло биться эту пятую дверь и отрегулировать высоту ее отпирания никак нельзя. Шторка с механизмом Борис хрен попадешь. Если тренироваться, то можно научиться. Я, видите, уже научился. Кстати, неплохо сделал механизм достаточно. В том плане, что достаточно быстро можно научиться попадать. Шторка демонтируется. Мы ее вытащим и пока положим здесь. По бокам есть две ниши. В общем-то, неплохие, но лично мне трудно найти им применение. Положили нам резиновый коврик, фальшпол. Под ним ватное одеяло, чтобы укрыться зимней ночью и холодной. Ну, в общем, вибро и шумоизолирующие функции выполняет, я так подозреваю, вот это вот телогреечка. Полноразмерное запасное колесо. Здесь у нас органайзер с инструментами, домкрат. Даже наблюдаю некоторые листы наклеенные на внутреннюю часть металла, который здесь не закрыт, но промовильно даже, в общем-то, грунт наблюдаю. В общем, неплохо сделано багажное отделение. Видели мы, если честно, и хуже. И спинка заднего дивана, она складывается, но для того, чтобы получить ровный пол, придется вначале сложить подушку заднего дивана. Она достаточно легко складывается, никаких проблем с этим нет, но она будет мешать перевозить вам что-то длинное. Это я вам тоже сейчас покажу. Спинку заднего дивана можно сложить прямо из багажного отделения. Здесь есть специальные петельки, до них легко. Дотягиваемся, тянем, и вот так все складывается. Все отлично. Достаточно крупное багажное отделение. Давайте его замерим. Хорошо не в голову. 104 ширина, высота под шторкой 46. Вообще вся высота, которую вы можете себе позволить, это 80. Глубина от спинки заднего дивана до порога 87, до сложенной подушки заднего дивана 151, до переднего кресла, хотя с трудом представляю, как можно использовать это пространство, но все-таки 168. В общем и целом, хорошее багажное отделение, нареканий конкретных имею только к пятой двери. Биться головой – это не прикольно. Давайте заглянем под капот. Двигатель тут, к сожалению, не паровой, хотя было бы очень прикольно для стимпанк-тачки иметь паровой двигатель под капотом. Ох, тяжеленным капотом он стальной, очень тяжелый, держаться должен на очень маленькой тоненькой штанге. Ох, опасно-опасно. Официальный индекс этого ДВС – LF483Q. И информации об этом двигателе в интернете пока немного. Двухлитровый атмосферный бензиновый рядник мощностью 136 лошадок. Из примечательного – ременной привод газораспределительного механизма, который, кстати, оснащен системой изменения фаз газораспределения на впуске. Моторы китайцы обычно делают неплохие, как с точки зрения ресурса, так и с точки зрения ремонтно-пригодности, так что поводов для переживаний я не увидел. Этот мотор в линейке двигателей LeFan X70 только один. Коробка может быть на ваш выбор – либо механическая, либо вариатор, как в нашем случае. Привод у автомобиля только на передние колеса. Ну и прежде, чем отправиться прокатиться, конечно, нужно помнить безопасность прежде всего. Как я уже сказал, краш-тестов LeFan еще не проводилось, так что обязательно надеваем шлем. И еще, знаете, вот пока машина здесь стояла на жаре, вот эти «кожаные» кресла, ну, «кожаные» в кавычках, конечно, из кожезаменителя, они там сейчас нагрелись так, что, садясь, я рискую просто себе всю задницу сжечь. Поэтому я вот, знаете, вам рекомендую в этом автомобиле с такими «кожаными» креслами пользоваться вот такой прекрасной вещью. Она убережет вашу задницу от ожогов. Сейчас я все оборудую и поедем кататься. Вот теперь ништяк, и мы едем за бензаком. Динамические характеристики автомобиля я иронически прозвал кодовым словом «буренка». Машина мычит, стонет, трясется и не едет. Вой вариатора просто разрывает сознание. Чем чаще давишь гашетку, тем чаще понимаешь, что этого делать не надо. Во-первых, вас будут мучить воем, а во-вторых, оно все равно не поедет. Вот тут снимаю каску. В паспорте указано 14 секунд, а производителей, которые не врут о разгоне, я очень уважаю. Из особенностей немного раздражает постоянное рыскание по сторонам. Но это можно нивелировать привычкой подруливать. Тем более, что рыскание идет совершенно предсказуемо. Под сброс газа машина идет влево, а под набор – вправо. За бензаком ездить придется регулярно, но не особенно часто. Расход топлива для двухлитрового мотора плюс-минус адекватный. По трассе около 8,5 литров на 100 километров пути по пробкам не больше 12,5 литров. Ну так почему стимпанк? Во время движения тут постоянно появляются и пропадают разные звуки, характерные для неведомых механических процессов. То там что-то загудит, как паровая машина, то тут что-то заскрипит, то застрекочет, то снизу что-то громыхнет, то сбоку натурно заклокочет. Такое впечатление, что машина представляет из себя сложнейшую конструкцию из разного рода фантастических приводов и паровых механизмов, которые работают по неведомым владельцу правилам. Даже система стабилизации, которая тут по бумажкам есть, сама решает, когда и как работать. Я провел стандартный цикл перекладок и резких маневров, и система стабилизации не сработала ни разу. Управляемостью как таковой я был удивлен, причем в приятную сторону. Несмотря на то, что машина достаточно кренистая, я не могу сказать, что опрокинуть ее как два пальца. Рулевое управление с гидоусилителем информативное, а шасси достаточно цепкое. Даже когда оно начинает натужно свистеть резиной, оно по-прежнему управляемо и предсказуемо. Но черт его дери, когда должна включаться система стабилизации? Я же откровенно пускаю машину в занос, и она скользит и передней и задней осью. Вам решать, достаточно ли я вилял рулем или нет. Тормоза хорошие, эффективные, но звуки, которые издает машина при экстренном торможении, достойны самого лучшего блокбастера. Акустический комфорт – жесть. Хотя на месте, в общем, цифры неплохие. Тут как посмотреть. Такой уровень шумоизоляции я считаю нормальным для Ravon R3 или, скажем, Kia Picanto. Они стоят по полмиллиона. Для машины за миллион, на мой взгляд, шумноват. Но с другой стороны, Toyota C-HR не стесняется такого шума при стоимости в полтора миллиона. Плавность хода на уровне, но работа подвески угнетает дикими громыханиями. Любая трещина, любая кочка, любая яма, любой лежак, в общем, любая неровности вы слышите грохот. Тактильный комфорт задницы машина обеспечивает надлежащей. И по прибору мы видим, что с точки зрения гашения колебаний подвеска справляется. Но при таком уровне грохота на поверхность поднимаются два вопроса. Как назвать комфортную езду с грохотом и как долго подвеска проживет? Ответа у меня на эти вопросы нет. Но лично я считаю такую подвеску пугающей. Лично мне все время кажется, что вот-вот что-то отвалится. Передний привод, дорожный просвет меньше 20 сантиметров, громыхающая подвеска, которую легко пробить. Способности LeFan X70 на проселочных дорогах ограничены вашей смелостью и готовностью искать трактор и ремонтировать машину. Из своего опыта я вам скажу, что в общем машина вполне способна отвезти вас на пикник, в лес или к ближайшей речке искупаться. Но ехать этим же маршрутом вслякать я бы не решился. Оснащение у X70 немного странное. Тут есть люк с электроприводом и сервоприводы регулировки водительского кресла и при этом нет подогрева руля. Тут есть система бесключевого доступа и система контроля усталости водителя, но нет климат-контроля. Даже в максималке только кондиционер. Тут есть круиз-контроль, камера заднего вида и датчики парковки, а фары только галоген. Странно все это. Итак, основное ощущение от автомобиля стимпан. Послушайте. Отличный индикатор того, что там есть какой-то механизм и что-то он там сейчас в данный момент делает. Например, затянут ручник, колодки прижали, диск. Я прозвал эту машину, как я уже сказал, паровой коровой. Она при движении издает какое-то море фантастических механических звуков и при этом очень забавно мучит на разгоне. Еще было много шуток на тему седло для коровы, но я, пожалуй, не буду их озвучивать. Стимпанк это круто. Стимпанк это даже интересно, но того, что ищет потребитель, а именно ощущение надежности дубовости конструкции, как скажем в Duster, в этой машине нет. Говоря о Duster, на мой взгляд, это и будет основной конкурент для LeFan X70. Все за и против я выдал вам по ходу этого видео, так что решать, конечно же, вам. Либо просторный красивый кузов, либо надежный и дубовый автомобиль, обладающий очень неплохими техническими характеристиками для своей цены и своего класса. Цены на LeFan X70 вы сейчас видите на экране. В описании этого видео, как всегда, есть ссылка на списки спецификаций, комплектаций и цен. Что касается меня, я немного разочарован LeFan. И еще разочарован тем, что не могу я шокировать вас тестом китайского автомобиля. Не могу, знаете, вот взять и сказать, вот он, китайский кроссовер, который порвет всех. LeFan научились, в общем-то, делать аккуратные, симпатичные экстерьеры и более-менее правильно оснащать автомобиль. Но отсутствие внимания к мелочам и настройкам шасси, чисто с технической точки зрения, не позволяют этой машине встать в полный рост и ясно и отчетливо сказать, я качественный продукт и через пару лет вы все будете на меня равняться. Ну вот хочется мне шокировать вас с тестом китайского автомобиля, как сделали другие, те, кто взяли на тест Geely Atlas. Но поводов для восхищения китайским автопромом, кроме HVL, как у меня не было, так и нет. Может быть, моя проблема в том, что я честный? Знаете, почему Geely Atlas до сих пор не побывал у меня на тестах? Потому что всеми машинами Geely сейчас в Российской Федерации ведает рекламное агентство. Рекламное агентство, они разрешают рекламировать, но не разрешают тестировать. А я лапшу не вешаю, я машины тестирую. Ставьте пальцы вверх, если видео вам понравилось, оставляйте свое мнение в комментариях и подписывайтесь на этот канал. Тестов все равно будет много. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok